У каждого ребенка среди множества игрушек обязательно есть плюшевый мишка. Да что там у ребенка? Многие взрослые продолжают бережно их хранить. А для дизайнеров смешные мишки Тедди стали настоящими музами. Почему такой странный мишка стал популярен? И как он появился на свет тоже до конца не ясно. По самой распространенной версии его придумала немецкая девушка в инвалидном кресле. А назван он был в честь президента Соединенных Штатов Тодора Рузвельта. 110 лет назад с мишкой как игрушкой произошла очень серьезная перемена. Раньше мишка такой стоял на четырех лапах и представлял просто копию лесного зверя, лесного медведя. А потом немецкая художница Маргарет Штайф взяла и поставила мишку на две задние лапы. И мишка стал очень похож на человека. Он стал ходить, сидеть, естественно стали художники ему шить костюмчики. Когда-то модельер Жан Шарфелькарст-Лебожак сказал, что вы вряд ли будете агрессивны с человеком, в руках у которого плюшевый медведь. Такими мишек Тедди увидела модельер Татьяна Парфенова. В ее исполнении они перебрались на предметы интерьера. И, конечно, очень уместно медвежата смотрятся на пижамках. Наш мишка не Тедди. У нас просто мишка. У нас Михаил Потапович. Он такой персонаж, который отчасти символизирует русский народ. Говорят про русского медведя. Это наше животное. Где путешествовал мишка Тедди? Мишка Тедди у нас, наверное, побывал уже во всех уголках земного шара. Он был под водой. И, знаете, он даже был в Антарктиде. Вот я возила медвежонка Тедди в Антарктиду. И мы его фотографировали с пингвинами. То есть теперь даже антарктические пингвины знают, кто такой мишка Тедди. Среди этих медвежат я становлюсь такой миролюбивой. С большой семьей Мишек Тедди познакомились Арина Жукова и Ульяна Женц.